МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, студия Чингис Тихонов. Прокуратура Калмыкия определила среднестатистический портрет преступника в регионе. Чаще всего преступления совершают лица в возрасте от 30 до 49 лет. Это 55,5%. Меньше 1,3 преступников оказались моложе. 24,1% среди совершивших преступления в возрасте 50 лет и старше. Мужчины в 7 раз чаще совершают преступления, чем женщины. Это 88% против 12. 71,6% преступников не имеют постоянного источника дохода, а 4% являются служащими. 2,4% учащиеся и студенты. 68,6% имеют среднее, общее и профессиональное образование, 18,5% выше и 12,6% начальное. 32% лиц при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения. 0,6% в состоянии наркотического опьянения. 63,5% ранее уже совершали преступления. Из них 45% имели непогашенную судимость. В Казанском кафедральном соборе и листы состоялось открытие книжной выставки «Патриарх Кирилл на пути созидания», посвященной 15-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всей Аруси Кирилла. Выставка была подготовлена библиотекой Казанского кафедрального собора и Национальной библиотекой имени Амурсанана. При поддержке отдела религиозного образования и катехизации листинской епархии. На ней представлены книги, посвященные жизни и деятельности Святейшего Патриарха, а также рукописи с проповедями и речами представителя Русской Церкви. Выставку в режиме видеоконференции Азии открыл архиепископ листинский Калмыцкий Юстиньян, находящийся в Москве на праздновании Дня Интронизации Патриарха Кирилла. Архиерей рассказал о роли Патриарха Кирилла в истории современной России, о высоте его пресвятительского служения и пожелал посетителям получить пользу от знакомства с книгами. На церемонии открытия присутствовали студенты Калмыцкого госуниверситета, ученики казачьих классов Алистинской школы номер 2 и священнослужители Казанского собора. Патриарх Кирилл – это человек, который внес неоценимый вклад в историю современной России. Без него мы не можем представить себе даже наш сегодняшний день, потому что многие инициативы, которые нам кажутся естественными, они формировались вначале в недрах церкви, а высказал их впервые Патриарх Кирилл. Например, вот что важно для Калмыкии. У нас, как вы знаете, существует Межрелигиозный совет Калмыкии уже много лет. Так вот, идея создания Межрелигиозного совета, то есть такой структуры, которая бы объединяла православных буддистов и мусульман Калмыкии, она была впервые высказана митрополитом Кириллом, когда он приехал к нам в 2002 году. Вот тогда он предложил эту идею создания в Калмыкии Межрелигиозного совета. И в 2004 году, то есть в этом году 20 лет, 20 февраля 2004 года, состоялось учредительное собрание Межрелигиозного совета Калмыкии. 90-летний возраст, почти век образовательное учреждение в поселке Первомайский встречаются учеников, широко распахнув двери. За это время педагоги выпустили сотни ребят. Сегодня Первомайский сельский лицей готовится отметить юбилей. О том, чем сейчас живут лицеисты, в нашем следующем материале. Дата основания средней школы в поселке Приютненский – октябрь 1934 года. На базе центральной усадьбы совхоза номер 4, 10 лет советской Калмыкии, где стояло всего 4 домика. Школа размещалась в бывшем общежитии рабочих. Это было старое, не приспособленное для занятий здания с маленькими темными комнатами. Не хватало парт, учебников, пособий. И все-таки дети с большим желанием шли учиться в свою первую школу. В первый год в школе обучалось 60 человек. Мы с вами находимся в музее боевой и трудовой славы. Этот музей был у нас основан более 50 лет назад, в 70-е годы. Здесь рассказывается об истории нашего поселка, нашей школы. Наш поселок был основан, зародился официально 1 июня 1931 года. Тогда наш поселок назывался совхоз номер 16 имени десятилетия комсомола Калмыкии. А затем с 1932 года это уже совхоз номер 4 имени ленинского комсомола. И на сегодняшний день это у нас поселок Первомайский. В 1934 году в октябре месяце была основана школа. И в этом году мы отмечаем юбилей 90 лет. В 1991 году в поселке произошло знаменательное событие. Было построено новое двухэтажное кирпичное здание школы с центральным отоплением. Старое здание школы было переоборудовано под интернат. Единственный в нашей республике, в котором учатся дети животноводов и фермеров. Пришкольный интернат один единственный в республике, где проживают дети с животноводческих стоянок. В пришкольном интернате 17 учеников, 10 мальчиков, 7 девочек. Также пришкольный интернат выиграл грант. Грант использовали на приобретение техники. Телевизор, ноутбук, компьютер оборудовали, комнату отдыха. Сегодня поселок успешно развивается. Детей становится все больше и больше. Учащиеся занимаются в современных оборудованных классах. По словам педагогов, учебные классы укомплектованы всем необходимым, чтобы дети постигали знания. Работаю уже почти в этом году 35 лет. В 1989 году я приехала сюда по распределению. Так до сих пор у меня одна запись трудовой книжки. На базе нашего лицея был открыт центр развития, точка роста. Но именно у нас естественно научные направленности. Почему? Потому что вы понимаете, наши дети маленький поселок. Можем считать малокомплектные школы. У нас нет возможности участвовать в каких-то больших таких проектах. А с помощью точки роста у нас повышается качество образования именно по предметам естественно научной направленности. Это физика, химия, биология. Я подала документы и прошла конкурсный отбор по программе «Земский учитель». И приехала вот этот поселок, поселок Первомайский, из Закибруйского района. Что хочу сказать, в той школе, в которой я раньше работала, у нас было двое химико-биологов, поэтому с моим отъездом школу не потеряла специалиста. В прежней школе я проработала 31 год. Профессия учителя предполагает постоянное движение, личностный, педагогический рост. И в этом мне, можно сказать, помогла программа «Земский учитель». Благодарна коллективу Первомайской школы за теплый, дружеский прием. На территории лицея также расположен новый дом культуры, в котором располагается библиотека для всех жителей поселка. Ну и, конечно, дети с удовольствием приходят сюда за знаниями и впечатлениями. Воспитанники лицея совершают своего рода кругосветное путешествие по страницам произведений калмыцких, отечественных и мировых авторов. В начале шестого класса я перешел в Первомайский сельский лицей. Проходят уроки очень интересно, все учителя очень отзывчивые и терпливые. В этой школе я учусь с первого класса. Мне очень нравится здесь учиться, потому что здесь очень веселые дети, здесь очень познавательно. Мой любимый урок – это, наверное, физика и география. Мы узнаем больше о своей стране, больше о планете. Я активистка движения первых и вхожу в ШДО «СМИТ». Это наша школьная организация. Сегодня здесь обучается 73 лицеиста, с которыми работают 16 учителей. Помимо традиционного учебного процесса, все готовятся отметить круглую дату. Осенью торжество соберет выпускников прошлых лет, ветеранов образования. Наталья Доржива, Ангелина Ирниева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики. Приютненский район». Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала. Смотрите в цифровом умещании канала ОТР на 21-й кнопке vip.ru.ru, на сайте klantv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня всего. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин